Погнали! Локомотив Галактионова получил возможность сыграть два кубковых матча, при этом сегодняшний кубковый матч в целом на турнирные расклады влияет не очень сильно. Мы могли проиграть Краснодару, главное выиграть домашний матч с парей НН. Ну, домашний матч с парей НН Локомотив обязан выигрывать с любым тренером и с любыми проблемами в составе. То есть в любом случае с парей НН нужно выигрывать. Если бы выиграли сегодня, то Локомотив бы заранее себе обеспечил выход в плей-офф с первого или второго места. Неважно при этом совершенно с какого места мы выходим, что с первого, что со второго можно себе сильного или слабого соперника получить. Это кубок, в кубке многие в групповом этапе играли вторыми составами и вполне возможно, что там Зенит второе место займет, ЦСКА второе место займет, сегодня Спартак проиграл, Спартак может второе место занять. Короче, это не суть важно, занимать первое или второе место. В любом случае нужно обыгрывать парей НН, в любом случае нужно обыгрывать их дома. Здесь не вопрос недооценки Криптон, здесь вопрос в том, что Локомотив обязан обыгрывать. Обыгрывать Краснодар на выезде Локомотив не обязан. Хорошо, если это сделает, там ничью завоевывать как минимум должен. Но на заказ обыгрывать Краснодар на выезде Локомотив не обязан. Обыгрывать пари НН дома Локомотив обязан в любом случае. При этом, конечно, конечно, Локомотив может этого не сделать. Учитывая все проблемы Локомотива, учитывая, что пари НН вообще-то выше нас находится в турнирной таблице. Тем не менее, я говорю о том, что с турнирной точки зрения выезд в Краснодар это не какой-то там супер важный, супер мега ответственный матч. Главный матч для Галактионова по выходу из Кубка он будет через три дня в Москве. И там уже будем смотреть, как Галактионов добивается этого самого результата. Но Галактионову было очень тяжело. Здесь вопрос того, что Локомотив в очередной раз в ноябре по каким-то непонятным совершенно мне причинам, который год, что с Палычем, что с Николичем, да, то есть, опять же, не вопрос того, что немцы что-то начудили, или не вопрос того, что Николич что-то там чудил, или не вопрос того, что Палыч что-то чудил. Нет, Локомотив, который год на осенний отрезок, на конец осеннего отрезка, ноябрьский, не может набрать состав. Сегодня все, кто вышли, это фактически, ну, главный актив локомотива, который остался, ну, на скамейке остались Мампаси, Погоснов, ну, Батраков еще, да, можно, наверное, Батракова пожелать увидеть с парей НН, только разве что, но Батраков по физическим своим данным, конечно, пока не тянет на футболиста премьер-лиги. Дай бог, там пройдет сборы, еще немножечко подрастет, немножко мышечной массы наберет, будем его почаще видеть. Но сегодня вот мы увидели всех, вот все, кто вышел, это вот все, кто остались у Галактионова. И, ну, состав очень так себе получается. Во-первых, практически нету возможности варьировать этот самый состав и какие-то самые схемы выбирать, там, 3-5-2 или 4-3-3 или 4-2-3-1. Нет, у тебя даже вот на то, что ты выбрал, фактически игроков не набралось. И Галактионов, что мне крайне не понравилось и что меня жестко раздражало весь матч, выпустил Марадешвили на позицию левого нападающего. Я видел это много-много раз. Право-нападающий Марадешвили, левом нападающий Марадешвили. И не за один из этих десятков раз, что я видел, Марадешвили не сделал ничего полезного. При этом количество плохих матчей Марадешвили в центре поля, ну, буквально 2-3. Обычно он себя очень хорошо проявляет, ну, или как минимум проявляет неплохо. Нет, почему-то очередной эксперимент и... Очередной эксперимент с Марадешвили в атаке. И мы снова видели, как Марадешвили на протяжении 60 минут ничего не делал. То есть он был где-то в центре внимания, то есть не то, чтобы его прямо игнорировали, но когда ему доставался мяч, он не понимал, а что мне с этим мячом сделать на левом фланге атаки. Пространства нету, бегать не умеет, обострять с фланга не умеет. Но нет, Галактионов засунул его на фланг атаки. Совершенно не понимаю этой идеи, но при этом нужно понимать, что у Локомотива осталось очень мало игроков. И в отсутствие Сидора, в отсутствие Педриньо, левого флангового сыграть было некому. Да, туда мог выйти Камано или Керк, но тогда в центр нападения должен был бы выходить Раканьяц, что тоже многим совершенно не хотелось. Раканьяц тоже совершенно не футболист какого-то зашкаливающего уровня. Даже среднего уровня футболистом я его назвать не могу. Да, это все сорты говна, в которых пришлось разбираться Галактионову для того, чтобы собрать состав на эту игру. Кроме этого, вообще все остальное было, наверное, максимально предсказуемо. Если не Моррешвили в центре, то тогда Живоглядов. Правый фланг, два центральных защитника Кузьмичев-Макеев, слева Текнезян, трио опорников Куликов-Баринов и Карпукас и трио атакующих игроков Камано, Керк и... Ой, там что-то пошли смотреть. Бельгия, кажется, в свои ворота сейчас пенальти получит. Соответственно, трио атакующие Моррешвили, Керк и Камано располагались очень широко, и Камано был центральным нападающим. Ну, это пенальти. Это, конечно, пенальти. Трио центральных полузащитников Куликов-Баринов и под ними располагающихся Карпукас, наоборот, действовали очень узко. Нормальная схема, классические такие 4-3-3, но эти 4-3-3 должны с нормальными крайками быть. В итоге у нас справа... А, и с нормальной девяткой, которая бы цеплялась за мячи. В итоге у нас справа Керк постоянно тормозил игру, потому что пытался принять мяч, и тут же на него налетали защитники. Явно совершенно тренерская идея Старожука Краснодарского. В итоге у нас слева был Моррешвили, который, в принципе, не понимал, что делать с мячом. А на Астрие нападение был Камано, бесполезный примерно в 95% матчей, которые были сыграны в этом сезоне. Эта идея не работала. И в атаке в итоге у нас ничего толком не получалось, кроме давления. В Локомотив вернулся прессинг. И этот матч очень сильно в итоге был похож на матч, который Локомотив проводил против Рубина, как только сменили Николича и поставили вместо него Гизделя. Тоже были совершенно невзрачные матчи Николича, в которых Локомотив проигрывал и показывал очень плохую игру, очень плохую физику. И вдруг через три дня, ну точнее через две недели, но Гизделя назначили там, по-моему, где-то в четверг, а матч был в субботу или воскресенье с Рубином, вдруг Локомотив какой-то совершенно сумасшедший прессинг показал, но тогда Локомотив добился ничьей благодаря удару Рефата на 95-й минуте, отличный дальний удар. Сегодня не нашлось игроков у Локомотива, которые могли бы нанести дальний удар. Куртуа! Куртуаще! Куртуаще! Красавчик! Куртуа лучший вратарь мира. До этого был Нойер, но Нойер проиграл Японии 1-2. Теперь Куртуа. Что нужно сделать Куртуа, чтобы получить золотой мяч? Ну только выиграет для Бельгии чемпионат мира, и он начинает это делать. Возвращаемся к Локомотиву. Возвращаемся к тому, что Локомотив вдруг неожиданно стал показывать какой-то сумасшедший прессинг на Краснодар, но прежде этого прессинга Баринов сделал очередную голевую ошибку, которая в итоге предопределила результат. У меня, кстати, счет неправильный стоит. Бельгия, Канады 0-0. Которая предопределила в итоге результат, и в итоге Локомотив сыграл 0-1. Баринов получил мяч, отдал совершенно неподготовленную, неудачную передачу на Карпукаса. До Карпукаса она не дошла. Быстрая атака Краснодара, навес, удар головой, гол. На 15-й секунде Локомотив пропускает, и соперник ведет в счете. Очень плохо для Локомотива пропускать ни в коем случае нельзя. И тем более для Локомотива нынешнего. Дальше пошел прессинг. Мне нравится. Я люблю, и за это я готов респектовать Галактионову, что не стал закрываться, не стал пытаться выстроить Нижний Новгород, что пошел в прессинг и пытался искать свое счастье в том, что Краснодар будет ошибаться, а мы будем наказывать за ошибки. Краснодар периодически ошибался. Не так, как Локомотив, который раза 4, наверное, вывел игроков соперника на свои ворота. Но Краснодар тоже ошибался. К сожалению, игроки атаки Локомотива этими ошибками воспользоваться не смогли, и даже до более-менее опасного момента так и не довели. Второй тайм начался плохо. Если первый тайм, да, мы провели в атаках, мы провели в давлении, мы пытались настигнуть Краснодар на чужой половине поля, и потихонечку подседали к концу тайма. Сил не хватало, физическая форма у Локомотива далека от того, чтобы весь матч так действовать. Это была проблема и у Гиздаля, но и у Галактионов. Галактионов, естественно, с этим тоже столкнулся, потому что физическая форма у Локомотива — это кошмар говна. Во втором тайме 15 минут Краснодар нам мяча не отдавал. И это выглядело, во-первых, плохо, потому что на такой Локомотив смотреть неприятно, а во-вторых, это выглядело очень странно, потому что на поле оставались Дани Куликов, ничего не делающие в матче. Как же Канада возит Бельгию? Что это? Это как Япония и Германия, только в роли японцев. Бельгия. Ужас. Опять говорят, смотри. Смотри, говорят, пенальти был. Да, паста шел от игрока Бельгии. И зачем он флажок поднимает? Дурачок, что ли? И это пенальти. И это пенальти, ребят. Это второй пенальти должен быть назначен. Потому что офсайда там не было, а пенальти там был. Нет, не назначают пенальти! Охренеть! Как? Почему? Это, конечно, круто. Ладно. Возвращаемся. Снова возвращаемся к локомотиву. И 15 минут. Краснодар во втором тайме волтузил локомотив. На поле находился Мрадешвили, левый нападающий, ни разу не принявший мяч во втором тайме, наверное. На поле находился Даня Куликов, которого никто не видел. Очень много было брака в передачах, причем на ровном месте, когда две передачи и третья. Абы куда! Просто подальше и ладно. И все изменилось после того, как заменили Мрадешвили на Раков. Точнее, чуть-чуть раньше это началось. Мы вернули прессинг, мы начали поддавливать на чужой половине поля, Краснодар снова начал ошибаться, и мы как-то перевернули, ну, как бы вернули игру равную. Но сами ошибались в три раза больше. Но затем Мрадешвили заменил Раков, дали Ракову поиграть практически полчаса, и это вообще другая игра оказалась, потому что Раков раз за разом начал получать мячи в штрафной. Оказывается, нам было на кого пасовать. Оказывается, мы могли заходить в чужую штрафную и что-то там созидать, но чувствовалось, что у Ракова есть небольшая нервозность. В тех ситуациях, в которых в молодежке, например, он бы 100% пробил, он там из центра поля может пробить, потому что он чувствует, он король в молодежке. Здесь он отдавал передачи и улучшал себе моменты. Типа, ну вот, ну, наверное, я еще что-нибудь себе подработаю, я еще получше как-нибудь сыграю, и в итоге до удара дело-то не доходило. Но все равно, то, как Раков изменил игру, точнее, даже не просто Раков, а то, как мы изменили игру, просто добавив игрока на левый фланг атаки, ну, это разительно было. И затем мы, ну, точно так же, считай, уничтожили эту игру, когда долго не меняли Камано, и в итоге заменили Керка, Камано оставили, и Камано, ну, запорол все, что у него было по правому флангу. Ни движения, ни точных передач, ни прострелов, ни обводок, ничего не было. И зачем это было сделано, непонятно. Потом еще вышел Раканьяц, ну, и силенок у Локомотива, прямо скажем, не хватало на то, чтобы давить, на то, чтобы продолжать на 90 минуте и наседать на ворота Краснодара. Хотя моменты все равно были, возможности были, надежды были, но абсолютно справедливо то, что Краснодар в этом матче победил. Здесь матч мог сложиться в ничью для Локомотива, но мог. В нормальной ситуации Краснодар от таких ошибок, которые были у Локомотива, выиграл бы и 3, 0, и 4, 0. В целом, не сильно вообще этот матч отличался от того, что было в первом круге чемпионата. Да, там, когда Краснодар тоже забил после ошибки, и после этого Локомотив сам начал дарить мячи сопернику, ушел куда-то на чужую половину поля, и Алосигун просто убегал, забивал, убегал, забивал. Здесь тоже, ну, просто у Кордова совершенно не пошла игра. Кордова, который стоит перед пустыми воротами, решил сделать пас в угловой флажок на Ахметова. Но, тем не менее, Краснодар добился победы. Краснодар, насколько я понимаю, фактически гарантировал себе выход в плей-офф с одного из первых мест, ну, а мы с Паре НН будем решать. Мне понравилось, что Галактенов выпустил Ракова, выпустил Никишина, но при этом я четко понимаю, что у него просто на замене никого других не было. Будь на замене Антон Миранчук и Исидор, мы не увидели бы ни Ракова, мы не увидели бы ни Никишина. И это, ну, это грустный момент, потому что такие футболисты, как Камано, как Даня Куликов, они, в принципе, не должны играть в локомотиве, по крайней мере, в той форме, в которой они находятся сейчас. А Мородишвили не должен играть левого нападающего. Если у тебя есть выбор, выпустить Ракова левым нападающим или выпустить Мородишвили левым нападающим, нормальный тренер должен выпускать Ракова. Но немножечко, немножечко дам скидку Галактионову за то, что, ну, Раков приехал только в понедельник, не тренировался с командой, и Галактионов фактически не мог знать, какие есть возможности. Дебрюйная, пасик, о-о-о, Дебрюйная. А где же сканирование пространства от Дебрюйны? Почему не пас направо? Почему проникающая передача-то? Обидно. Вот, ну и... Отдельно, наверное, еще стоит отметить выход Митая. Митай вышел вынужденно. Это тоже нужно отметить, что если бы не повреждение, которое получил Живоглядов, он там в какой-то момент сначала сел на поле, его приводили на штырем в порядок, и где-то на 80-й минуте только решили заменить. Вышел Митай на правый край, и вдруг показал, как должен играть правый защитник. Он стал двигать мяч вперед, он вообще не боялся первую линию атаки Ахметова. Он его раз за разом проходил, отдал две классных передачи диагональных с фланга на фланг в атаку. И... А почему Митай не играет? Напомните мне кто-нибудь? Почему Митай у нас сидит на скамейке запасных? Почему у нас играет Живоглядов, играл Нинахов? Выходит Митай играть на не свою позицию и играет так, как Живоглядов и Нинахов ни разу в этом сезоне не играли. Он не пропустил ни одного мяча, не проиграл борьбу. Он хорошо страховал. Он сделал классные передачи в атаку. И в итоге Митай у нас сидит в обороне и только вынужденно на 80-й минуте выходит. Я этого не понимаю. При этом мы же видели, что до этого Митай выходил, и все время Митай выходил хорошо. По крайней мере, если его выпускали куда-то в оборону, а не в атаку, как опять же левому нападающему Митай выпускали. И давай, брат, придумай что-нибудь. Не знаю, мне этого не понять. В итоге есть положительные моменты в этой игре. Мы проиграли, но мы имели право проиграть эту игру. Мы не имеем права теперь проигрывать паре ИНН, но эту игру мы имели право проиграть. Я надеюсь, что Галактионов вынес для себя много уроков из этого матча. Кого можно выпускать, кого не надо выпускать, на кого можно надеяться, на кого нельзя надеяться. Но то, что я увидел по матч-менеджменту, меня не устроило. Да, то есть, очевидно, Галактионов пока эту команду еще не чувствует, не понимает. И это тоже странно, потому что, например, Пашинин с Ласьковым, которые его помощники, они с командой находятся долго. Это не... Ну, не три дня, которые Галактионов и помощники, хотя и там тоже можно было бы вообще-то... Ты знал, куда идешь, примерно месяца два как. Ну, месяц, полторы. В целом, можно было бы и подготовиться, и посмотреть несколько матчей заранее, и понять, на кого рассчитывать, на кого нет. Ждем матч с Пари ИНН. Я жду изменений в составе. Я не пойму, если снова выйдет Куликов и Камано. Вообще не пойму. И мне кажется, что сегодня Раков сделал шаг в основу достаточно серьезный. То есть, если раньше можно было Ракова вообще не видеть на поле и не надеяться, то теперь мне кажется, что Раков это чуть ли не первая замена. Если уж не основа, то первая замена точно. Посмотрим. Все, я выговорился. Продолжение следует. Продолжение следует.